О, Ты велик! Ты прекрасен и велик! Ты велик! Аминь! Аминь! И другого нет, как Он, другого Агнца Непорочного, который был распят за нас. Давайте помолимся. Господи, благодарна Тебе! Ты велик, Господи! Благодарна Тебе за то, что Ты совершил, Господи Иисус! Ты совершил это, Господи Иисус! Откликнувшись на план Отца, Иисус, слава Тебе, Христос! Мы молимся сейчас. Благослови этот чудный день, Иисус! Чудный в великом слове Своем, Господи! Завершенной работой, Господи! Благослови эту небольшую мысль к основной части, помажь это время, Иисус! Даруй нам, Господи, это время поклонения, в наслаждении, восприятии Твоей пищи, наслаждения в сосредоточенности, Господи, в сокрытии Твоего слова, Господи! Убери всякое отвлечение, беспокойство о различных деталях, Господи, практической жизни, потому что и Ты наша практическая жизнь, Господи! Благослови Тебе время сейчас! Во имя Твое молимся и просим! Аминь! Аминь! Слава Богу! Давайте прочитаем с вами книгу-притч, 25 главу, 12 стих. Золотая серьга и украшение из чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха. Вчера пастор Владислав делился с нами этой мыслью из этого стиха, когда мы были в Приозерске. И я дал, я возвращусь еще к этому стиху, я дал такие маленькие заголовки вчерашним фрагментам из этой поездки, потому что и вы с нами поехали, и как тело Иисуса Христа, и это было удивительное и замечательное время. Конечно, это же некоторые всего лишь детали из всего того, что происходило, и из того, что мы не знаем, что происходило, но совершал Господь Иисус. Но это были, я записал забавные моменты. Итак, первую мысль, первому фрагменту я назвал «Максим ждал нас на вокзале…» Где я вас ждал? Макс ждал нас на вокзале, возвысив голос, как Петр, при пятидесянец. Это было следующим образом, я объясню, что это было. Я был еще в пути, а Макс уже пришел. Я пришел, народу там было очень много. Да, вот. Я говорю, зайди и посмотри, кто там из наших пришел. И он мне отвечает, людей очень много. И что вы подумаете на это? Что наших очень много пришло, да, первая мысль? И мне понравилось, как он ответил. Я говорю, что много пришло? А он такой тихим голосом звучал. Нет, из церкви я один, но людей очень много. И это, он так возвысил голос, как Петр. Мне понравилось это ободрение. В итоге, там действительно было очень много людей. Большие очереди на кассы и на терминалы, что вообще не пройти. Ноге негде ступить. Им нужно как-то брать билет. И следующий фрагмент я назвал «Чудо-кондуктор». «Чудо Господа через кондуктора». То есть, Господь нам дал кондуктора. Тут же, откуда он взялся. Ну, конечно же, это Господь. И мы не ждали даже очереди. Он пришел в конец очереди и начал продавать билеты. Мы взяли билеты. И мы думали, успеем или не успеем. Это чудо-кондуктор. Затем, следующий фрагмент. «Может быть, в Зеленогорск?» Так получилось, что Лада и Света каким-то образом купили билеты в Зеленогорск. А он из того же... Ну, он, в общем... В том же направлении. В том же направлении. Взяли они билет. И затем мы начали размышлять. Слушайте, нужно как-то и в Зеленогорск, значит, съездить. Да. Далее. Господь собирает своих святых. В итоге нас село где-то... Не где-то, а четыре человека. Да, четыре человека. Не может быть. Да, и затем Господь собрал еще, да? Собрал еще. Это и Светлана Зарецкая, и затем и Альфия Солидаром. Тоже присоединились по пути. А в общем-то, как Макс говорил, Господь дал нам стольких многих людей в поезде, что ноге негде было ступить. Потому что... В поезде? В электричке. В электричке. Вообще. Да, потому что, в общем-то, это миссия для людей, да? И Господь дал нам столько много людей. Далее. Я назвал следующий фрагмент. Старые знакомые. В кафе тарелочка. Оказывается, она не тарелочка называет. Мы не... Мы не могли ее найти на карте. И начали... Я назвал ее... В кафе тарелочке. Кажется, где-то там за первым углом. И мы начали идти. Прошли один угол. Второй угол. Но так здорово, что команда вся была радостная. Она не считала эти углы. А считала драгоценных людей, которым подходили. Я слышал, потом и песни начали петь. Потом, в итоге, подошедшие к некоторым людям, они сказали, так не тарелочка же, а... Корелочка. 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 Корелочка, да. Корелочка. А слово Корелочка. Да, да. А она не популяна. Да. Но в итоге нам еще где-то 3-4 поворота надо было пройти. Но так здорово, что и Лада, и Светлана, они не считали эти углы. Им было все равно. Но они заходили во всякие магазины и делились и только калитарями, но и Евангия этими брошюрами, которые печатает также и Оксана. В общем, мы дошли до того поворота. И следующий фрагмент – это старые знакомые. То есть мы там уже были в этом кафе за, кажется, вон тем поворотом. И там у нас был духовный обед. Как раз вот на этот стих за таким физическим обедом. Мы так хорошо поели. И духовным образом на притче 25 главу 12 стих. И далее у нас мы выбирали, что же нам делать. Было несколько вариантов. И люди, вернее, все решили пойти в эту крепость. И она, кажется, не так далеко. Всего лишь 600 метров. А зимой оказалось так далеко. И все, в общем-то, решили опять считать драгоценных людей. А до 800 метров мы дошли туда. Далее, следующий фрагмент – это свидетельство людям о благодати в музее. Дело в том, что в этом музее был герб, под которым было написано «Благодать». Да, то есть «Благодать». Мы одних просили фотографировать, другим просто говорили о благодати. Ответственные за билеты сказали, вот, мы вам тоже говорим о благодати. Вот, там написано, это было очень хорошее время. Затем мы собирались сначала ехать на озеро. Вызвали такси. Они уже все нам рассказали, что мы довезем вас только до определенного места. А там метров 500 еще пешочка. Но на самом деле пляжный сезон еще не открыт. И тогда все разом сказали, зачем будем терять время. Вот следующий фрагмент – «Не будем терять время». Да, и он, мы сказали его, сказали водителям, довезите нас до этого бульвара, улицы Ленина. Рассказали ему про благодать. И следующий фрагмент – «Он дал нам благодать». То есть он довез нас дальше, чтобы показать нам этот фонтан. И оба водителя довезли нас на конец этого бульвара. И затем было это чудесное общение со всеми людьми уже до конца вокзала. Там пока кто-то ходил за водой, не буду говорить кто, я увидел, что и Света, и Лада, и все уже так дружно общаются со всеми. И люди были очень восприимчивыми. Слава Богу. Аминь. И аминь. Слава Богу. И последнюю мысль по этому стиху, я так подытожил, совершенное внимание утешителя, который является всем в своем совершенном внимании. Так как здесь говорится, «Золотая серьга и украшение из чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха». И это прежде всего, я увидел здесь мысль, что прежде всего это Бог, который внимательно, не упускает совершенным образом, чтобы преподносить эту драгоценность. О которой говорил пастор Владислав, о драгоценной мудрости он не упускает никому, чтобы, во-первых, неверующим сообщать это Евангелие, это драгоценное. Эту драгоценность Евангелия. Почему Евангелие? Здесь написано «обличитель». И это Дух Святой. И мы с вами знаем, что с Евангелия от Иоанна утешитель, он свидетельствует и обличает не только о грехе, но и о решении, о суде, который через Иисуса Христа, и о праведности. И так здорово, что у него внимание совершенное в том, что он не упускает ни одного человека, чтобы сообщить ему драгоценность удивительного Евангелия. Это истинная драгоценность, нетленная. И также он внимателен в своем совершенном внимании, чтобы и нам все время, верующим в Господа Иисуса Христа, сообщать и поднимать нас в том, кем мы являемся, эти драгоценности Его обетования и милости, и благодати, и все время готов обучать. Это как, может быть, не очень хороший пример, но мы можем понять, что это такой служитель, как собачка, которая все время на чеку и рядом с хозяином. Из Солома 22. Он все время, Бог все время на чеку в том, чтобы и внимателен к тому, чтобы не упустить каждому сообщать и все время говорить нам о том, кем мы являемся. И то, что нам уже принадлежит. Аминь. Благослови вас Господь. Аминь.